Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Cooler World, которая вышла на Peace Zone. Что ж, вышедшая в 1998 году детище шведских игроделов, первое впечатление создать может не самое лучшее. Пляжный мяч катается по примитивному кубическому уровню, собирает ключи и ищет выход на следующий этап, где получает ровным счетом то же самое. Но не торопитесь с выводами. Пусть поначалу и кажется, что игра ничем не лучше бесчисленных мобильных казуалок, интерес к себе способных поддерживать лишь несколько секунд, а диктивность геймплея Cooler World выходит за все рамки приличия. В первую и самую главную очередь она достигается впечатляющим разнообразием ситуаций, которые ставит перед игроком, казалось бы, одна и та же механика. Что же это за механика такая? Ух, на пальцах ее сложно объяснить. Если коротко, в мире Cooler World гравитация работает очень особенным образом. Она, как ей подобает, всегда воздействует сверху вниз, однако находящийся под вашим управлением мячик может закатываться на отвесную стену и переворачивать за собой весь мир с гравитацией в придачу. Да, если вы закатитесь на потолок и оступитесь, то упадете прямиком в небо. Благодаря такой простой идее, что любая стена может в разных ситуациях служить как полом, так и потолком, банальнейшая задача «собери ключи и найди выход» превращается в форменную мозготряску. Впрочем, Cooler World сломать может не только мозг, но еще и руки, благо платформенные составляющие авторы в том числе уделили немало внимания. Все уровни в игре собраны из кубов, по граням которых ваш протагонист, если так им вообще можно назвать пляжный мяч, волен свободно перекатываться. Геймплейный интерес подогревается многочисленными препятствиями, то есть деловстающими на вашем пути. Среди них чего только нет! Шипастые блоки, разрушающиеся блоки, лазеры, горячие блоки, на которых нельзя стоять больше одной секунды, ледяные блоки, невидимые блоки, мегамен-блоки и так далее. Кроме обычных статичных препятствий, периодически будет встречаться всякая хрень, которая очень любит перемещаться туда-сюда, путаться под ногами и мешая пойти по более простому маршруту. На протяжении долгих 150 уровней, разбитых на 10 тематических миров по 15 этапов в каждом, игра будет испытывать на прочность и ваше пространственное мышление, и ваши геймерские навыки. В итоге мы имеем очень приятный и наркотически опьяняющий пазл-платформер, в который приятно играть и по сей день, благодаря интересной механике и несколько причудливому, но цепляющему сантреку. Продолжение следует...